Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим классификацию режущих устройств и влияние геометрии лезвия на процесс резания. Рассмотрим геометрию лезвия, а точнее его режущей кромки. Различают три угла. Угол гамма это передний угол. Бета угол заострения 5 градусов или от 7 до 12 градусов, а в некоторых случаях и 90 градусов. В зависимости от свойств разрезаемого материала. Альфа это задний угол. Альфа плюс бета угол резания. Это важная информация для понимания того, как устроена основная часть режущего инструмента. И в дальнейшем, когда вы будете видеть картинки на экране со схемами разрезания пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов, вы держите в голове эту схему. На схемах, которые будут демонстрироваться на экране, наименование углов и их обозначение могут отличаться от приведенных сейчас. Однако, если вы сопоставите, то те обозначения, которые приводятся с теми, которые сейчас есть на экране, то вполне сможете разобраться, где находится передний угол, задний угол, угол заострения и угол резания. При создании классификации важно учитывать особенности процесса резания и реологические свойства обрабатываемого материала. Разными учеными предлагались разные варианты классификации режущих устройств, однако, они были специфичными для каждой из отраслей пищевой промышленности. И так есть классификации Зайцева по резанию хлебного теста, Маршалкина по резанию конфетных, карамельных и бисквитных материалов, Гребенюка по резанию сахарной свеклы, Друсейка по разделке рыбных материалов и так далее. А полную и общую классификацию, которая отражает представление о процессе резания с учетом физико-механических свойств материала, была предложена Калачевым. Машины и устройства для резания любых пищевых материалов делятся по следующим функциональным признакам. 1. По назначению для резания хрупких твердообразных упруго-вязко-пластичных и неоднородных материалов. 2. По принципу действия периодического непрерывного комбинированного. 3. По виду режущего инструмента. Дисковые, струнные, гильотинные, роторные, струйные, жидкостные и пневматические, ультразвуковые, лазерные. 4. По характеру движения режущего инструмента. Машины с вращательным, возвратно-поступательным, плоско-параллельным, поворотным, вибрационным, возвратно-поступательным движением основного рабочего органа. 5. По характеру движения материала при резании. Материал неподвижен. Материал движется поступательно. Материал увлекается режущим инструментом, движется поступательно и с поворотом на 90 или 180 градусов. 6. По виду крепления материала. Материал не имеет ограничений перемещения в направлении перпендикулярным плоскости резания. С односторонним или двухсторонним ограничением. 7. По характеру привода. С механическим, гидравлическим, пневматическим и электромеханическим. Классификация резательных машин, применяемых на предприятиях общественного питания, проводится по следующим основным группам. 1. С вращающимися дисковыми ножами. 2. С планетарным движением дискового ножа. 3. С криволинейным ножом. 4. С ленточными ножами вибрационного действия. В группе машин, относящихся к машинам с вращающимися дисковым ножом, нож совершает простое вращательное движение, а в группе машин с криволинейным ножом одинаковые условия резания при переменном расстоянии режущей кромки от оси вращения обеспечивается благодаря ее профилированию по логарифмической спирали. В группе машин с планетарным движением дискового ножа нож совершает сложное движение вокруг своей оси и оси водила. Применение такой схемы вызвано необходимостью получения постоянного коэффициента скольжения по всей высоте разрезаемого продукта без увеличения диаметра ножа. В машинах с ленточными ножами вибрационного действия нож совершает возвратно-поступательное движение. При повышении скорости резания разделение продукта будет происходить с незначительным повышением температуры. Для предприятий общественного питания наиболее перспективными являются машины с вибрационным многоножевым режущим аппаратом. Эти машины могут обеспечить требуемую производительность и высокое качество резания пищевых продуктов. Классификация режущего инструмента проводится по следующим признакам. 1. Вид. Пластина, диск, цилиндр, конус, струна, струя, луч, колеблющаяся среда. 2. Тип режущей кромки, гладкий, зубчатый, фигурный. 3. Характер заточки, односкостный, двухскостный, многогранный и без заточки. 4. Способ очистки инструмента, подогревом, охлаждением, механический, комбинированный или без очистки. Для резания хрупких и пластичных пищевых материалов наибольшее распространение получили дисковые ножи. Для резания пластичных продуктов применяют дисковые ножи со сплошным гладким лезвием. Для резания хрупких продуктов режущая кромка ножа снабжается зубьями, поочередно заточенными с правой и левой сторон. А для резания пластичных волокнистых материалов ножи имеют неразведенные зубья, заточенные с двух сторон. 5. Конические или сферические ножи применяют для резания пластичных материалов. Режущие устройства, имеющие такие ножи, обеспечивают отделение части продукта по цилиндрической или сферической поверхности. Угол заточки лезвия принимается от 15 до 30 градусов. Для получения качественного разреза следует принимать отношение скорости резания к скорости подачи в пределах от 30 до 50. Серповидные ножи наряду с дисковыми довольно широко распространены в пищевой промышленности. Они имеют лезвие, форма которого соответствует архимедовой или логарифмической спирали. Если нож имеет форму архимедовой спирали, то угол встречи лезвия с разрезаемым материалом переменный. Если нож описан логарифмической спиралью, то нормальная составляющая скорости резания переменная, а отношение касательной составляющей скорости резания к нормальной постоянное. Такой тип ножей с гладким или зубчатым лезвием, находящимся на внешней или внутренней поверхности ножа, применяется для резания пластичных пищевых материалов. Лезвие ножа может быть с односторонней или двусторонней заточкой. Угол заточки составляет 10-15 градусов. Толщина ножей принимается по условиям работы в пределах от 3 до 7 миллиметров. Пластинчатые и ленточные ножи применяются во всех отраслях промышленности для резания пластичных и хрупких продуктов. В последнем случае на лезвие нарезают зубья. Ножи могут быть прямыми и изогнутыми. В качестве привода таких ножей используется механический, кривоошиптошатунный, кулистый, рычаждый, эксцентриковый, а также гидравлический и пневматический приводы. Во всех случаях ножи совершают неравномерное движение. Разновидностью пластинчатых ножей являются призматические, которые применяются в волчках для измельчения мясных, рыбных и овощепродуктов. Эти ножи бывают сплошными или составными. Винтовые ножи, как правило, имеют сплошное гладкое лезвие с прямым углом заточки. Такие ножи набирают из отдельных секций, устанавливаемых в пазах барабана. Отношение скорости резания к скорости подачи для винтовых ножей берется в пределах от 30 до 50. Конструкция ножей позволяет получать тонкую стружку толщиной 0,3-0,6 мм при небольшой скорости подачи материала. Для резания мыла, желатина, жгутов конфетной массы, вареных яиц и других однородных материалов применяют в качестве режущих элементов натянутые струны. Иногда им сообщают дополнительное колебательное движение. Различают три вида лезвия. Лезвие с фасками, лезвие полотно без фасок и лезвие проволока. Отмечается, что в некоторых случаях лезвие без фасок производит резание более успешно, чем лезвие с фасками. Это зависит от реологических свойств обрабатываемого материала. Для материалов с высокой упругостью фаски воспринимают на себя до 70% усилия резания. При резании таких материалов пластиной усилие примерно на 20% больше, чем при резании ножом с фасками. Резание упругих материалов проволокой затруднено из-за упругого восстановления объема в разрезе, что значительно увеличивает усилие резания. Иная картина наблюдается при резании вязких материалов. Роль фасок снижается. Усилие на кромке лезвия составляет до 80% общего усилия резания. Для таких материалов более рационально применять ножи в виде пластин без фасок или проволоки. Резание пластичных материалов, масло, мыло следует осуществлять лезвием проволокой. Пластинчатые же ножи из-за прилипания материала к их боковым граням применять нерационально. Таким образом, в зависимости от реологических свойств разрезаемого материала фаски оказывают различное влияние. В одном случае увеличивают усилие резания, в другом уменьшают. Для конструирования резательных машин и устройств, а также для выбора наиболее выгодной геометрии режущей кромки, необходимо знать зависимости усилия резания от толщины ножа, формы и угла заточки кромки. Помимо этого, геометрия режущего инструмента оказывает существенное влияние и на частоту разреза. Многие исследователи, особенно изучающие резание рыбы и мяса, отмечают, что при скользящем резании решающими факторами, влияющими на усилие резания, являются форма и размеры микрозубцов режущей кромки. При нормальном рубящем резании большое влияние оказывает угол заточки режущей кромки, толщина и форма ножа. Угол заточки имеет значение при резании продуктов органического происхождения. Например, если при резании мясопродуктов ножом с заточкой прямоугольной формы 180 градусов принять расход энергии за единицу, то при угле 30 градусов расход составит 0,5-0,6. Однако уменьшение угла заточки понижает стойкость и долговечность лезвия и затрудняет вытаскивание ножа из материала. Замечено, что при уменьшении угла заточки, например, до 5 градусов увеличивается усилие резания. Некоторые исследователи объясняют это неустойчивостью лезвия. Другие авторы характером деформации волокон материала, разрыв, смятие. Было проведено экспериментальное исследование влияния геометрии режущего инструмента на усилие резания рыбы. Комплект испытуемых ножей состоял из 52 ножей с различными углами заточки от 5 до 45 градусов, различными углами наклона режущей кромки к разрезаемому объекту от 8 до 45 градусов, различной толщиной ножа от 0,75 до 2 мм. Заточка была равнобедренная и односкосная. Испытания проводились с образцами трески на видоизмененном маятниковом копре типа МК-5. Минимальное усилие резания получается при углах заточки режущей кромки от 17 до 25 градусов. Для ножей с различными углами наклона режущей кромки к объекту резания. При уменьшении углов заточки менее 17 градусов и увеличении более 25 градусов, удельное усилие резания возрастает. Тип заточки при одинаковых углах заточки режущей кромки практически не влияет на усилие резания. В таблице представлены рекомендуемые разными авторами оптимальные углы заточки режущего инструмента. Можно отметить, что оптимальный угол заточки зависит от свойств разрезаемого материала и условий резания. Они находятся экспериментально. Влияние толщины ножа на параметры процесса резания изучено не до конца. Имеются отдельные рекомендации. Например, для резания сухарных плит рекомендуется толщина ножа 0,4 мм. Износостойкость режущего инструмента имеет значение, когда решающим фактором резания является лезвие. Установлено, например, что для резания сухарных плит лезвие сохраняет свои режущие свойства и обеспечивает требуемое качество разреза при ширине до 16-20 мкм. Что соответствует 4-4,5 часам работы. Работоспособность ножей мясорубок сохраняется до тех пор, пока соблюдается прямо пропорциональная зависимость радиуса лезвия от времени его действия. Микронеровности лезвия имеют значение, так как выполняют роль режущих элементов. Их формой и размером определяются режущие свойства ножей, их стойкость в работе. При заточке помимо уменьшения толщины жала лезвия создаются микрорежущие элементы. В качестве меры режущих свойств ножей предложен коэффициент трансформации, показывающий, как сила, приложенная к ножу, преобразуется в давление жала на материал. Исследование процесса износа режущего инструмента установило, что лезвия с меньшим углом заточки, несмотря на большие микронеровности и износ, обладают лучшей режущей стойкостью, чем с большим углом заточки. Отмечалось, что увеличение радиуса округления режущей кромки и ее высоты микронеровности увеличивают силу резания. Волокна мяса при резании тупым лезвием рвутся без перерезания. Фибрилы в местах разреза имеют рваные края, увеличивается расход энергии на упругую деформацию массы фарша и мяса. Важным фактором, влияющим на процесс резания и качество среза является степень затупления лезвия, что отмечено во многих работах. По резанию тупака, мяса, рыбы, трав, стеблей подсолнечника и т.п. Усилие резания возрастает пропорционально радиусу закругления острия режущей кромки. Установлено, что при затуплении режущей кромки ножа от 0,01 до 0,5 мм усилие для различных сортов кожи возрастает в 2,5-3 раза. Однако отмечено, что чем тоньше кромка режущего инструмента, тем меньше жесткость и износостойкость лезвия. К механизмам и машинам, применяемым для резания пищевых продуктов, предъявляются следующие требования. Конструкция режущего устройства должна допускать изменение размеров отрезаемых кусков без замены ножей, обеспечивать хорошее качество среза, минимальную шероховатость, отсутствие заусенцев, параллельность плоскостей среза. Осуществление резания без заметной деформации исходной продукции и отделение жидкой фракции. Равномерный износ режущей кромки по длине. Сохранение исходных качеств продукции при подаче на резание и отводе при минимальных отходах. Режущий инструмент должен отвечать следующим требованиям. Прочность, твердость, износоустойчивость, теплостойкость, сопротивление адгезии. В этом видео мы рассмотрели классификацию режущих устройств и формы ножей. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления. А в нем все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok